Сегодня хотелось бы сделать акцент на тех внутренних ресурсах человека, которые являются неотчуждаемыми. Именно эти внутренние силы зачастую определяют успех человека в жизни. Вы уже наверняка догадываетесь, о каких внутренних ресурсах я говорю. Это прежде всего здоровье, интеллект, позитивное мышление, высокая самооценка, способность хладнокровно вести себя в критических ситуациях. Почему же в первую очередь важно развить эти внутренние составляющие? Ответ очевиден. В полной мере мы можем управлять только собой. Конечно, мы обладаем некоторой степенью контроля над ситуацией и обстановкой вне нас. Однако вы прекрасно понимаете, что контроль этот весьма иллюзорный. Здоровье и физическая сила. Прежде всего, мы с вами живем в объективном мире физической реальности. Да, мы можем использовать силу нашего подсознания. Да, мы можем использовать закон притяжения. Однако в конечном итоге конкретные действия совершает наше тело. Только здоровое тело может помочь нам осуществить все наши задуманные планы. Только здоровое тело является источником приятных физических и эмоциональных ощущений. В крайне критической ситуации, все, что у нас остается, это наше тело и его внутренние силы. Сценарий катастрофы может быть любым. Корабль крушения. Можно заблудиться в тайге. Можно потерять все средства на жизнь и работу. Можно остаться без паспорта в чужой стране. И многое другое. Конечно, мы всегда надеемся, что с нами этого не произойдет. Однако иметь запасной план не помешает. В крайней ситуации, тело – это ваш ключ к спасению. Оно поможет вам выжить. А значит, за вами остается последнее слово, которое может стать первым на том пути к успеху, который вы изберете, преодолев кризис. Поэтому уже сегодня начинайте развивать этот внутренний ресурс. Тренируйте свое тело. Интеллект. Любые ваши профессиональные знания, в какой бы области они ни принадлежали, являются вашим имуществом, которое вы можете продать в случае необходимости. В обычной ситуации вы, возможно, и не подумаете о том, что определенные знания могут помочь вам преодолеть кризис. Представьте, что вы находитесь в финансово сложном положении. Что делать? Если вы профессионально играете на пианино, то какое-то время вы можете зарабатывать себе на хлеб уроками музыки. Знаете иностранный язык? Репетиторы нужны всегда. Высшая математика, сопротивление металлов и подобные дисциплины. Ваш конек? Всегда найдутся студенты, которым лень выполнять расчетные работы и которые с радостью заплатят вам за то, что вы избавите их от этой необходимости. Я не предлагаю вам специально начать изучать какую-то дисциплину с учетом возможной неблагоприятной ситуации в будущем. Я предлагаю вам более плодотворно расходовать свое свободное время. Откажитесь от телевизора, займитесь каким-то хобби и постарайтесь развивать свои навыки до профессионального уровня. Уделяя лишь полчаса в день развитию одной способности, например, изучая иностранный язык, вы можете достичь таких высот, о которых даже не мечтали. Позитивное мышление Позитивное мышление является тем связным звеном, которое позволяет объединить и использовать все остальные внутренние ресурсы человека. Если вы не верите в успешное разрешение проблемы, то вы подсознательно отказываетесь использовать все свои врожденные механизмы и приобретенные знания. Все очень просто. Если вы отказываетесь поверить в то, что выход из сложившейся ситуации есть, то вы его никогда не найдете. Человек не склонен искать то, во что он не верит. Поэтому ваш мозг просто никогда не начнет предпринимать действия в направлении «пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Если жизненный успех является тем, что вы действительно хотите испытать, то вам стоит попробовать отказаться от ограничивающих убеждений и научиться верить в возможность осуществления ваших жизненных планов и целей. Позитивное мышление необходимо в ситуации неудачи. Когда все идет как задумано, любой человек мыслит позитивно. Любая неудача может вызвать у вас появление одной из двух мыслей. Первое. Все бесполезно, выхода нет, ничего не получится. Второе. Это не сработало, нужно искать другой путь, решения все равно должны существовать. Какая мысль преобладает в вашем сознании? Подумайте над этим вопросом. Возможно пришло время что-то менять? Самооценка. Жизненно важное понятие даже в обычной ситуации, в критической же ситуации самооценка выходит на передний план и играет ключевую роль. Если ваша самооценка находится на нужном, достаточно высоком уровне, то вы не будете связывать неудачу с тем, что вы недостаточно развитая и успешная личность. Да, вы ошибались, приняли неверное решение, проявили недостаточное упорство. Однако ваша самооценка не должна от этого страдать. Неудача это момент, когда надо заново оценить эффективность своих действий, а не самого себя. Необходимо научиться относиться к самооценке как к константе. Это основа, на которой вы строите здание своего успеха. Почувствуйте разницу в высказываниях. Я глуп и я совершил глупый поступок. Совершить глупый поступок может любой, даже самый успешный человек. Признать же себя глупцом, значит согласиться с тем, что и все поступки в будущем будут глупыми. А разве это правда? Скорее всего нет. С сегодняшнего дня начинайте переносить свои оценки с себя любимого на свои неидеальные действия. Скоро вы заметите разницу. Внутренние ресурсы человека всегда с тобой. В жизни меняется все. Меняются тенденции рынка, меняются политические системы, главы государств, цены на нефть и золото. Сегодня вы владеете состоянием, а завтра можете все потерять. Все, но только не себя. Станьте сами для себя самым ценным вложением. Получайте доход в виде процентов от своих способностей и внутренних качеств. В случае кризиса, ни один банк не предоставит вам таких гарантий защищенности, какие вы можете создать сами, если ваши внутренние ресурсы обладают реальным весом. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Друзья, как вы видите, я стараюсь давать вам максимально интересную и полезную информацию. Обязательно делите своим мнением в комментариях, пишите свои пожелания, напишите о своих методах развития собственных ресурсов. И да, обязательно подпишитесь на канал, если не подписались. Поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. Поставьте лайк этому выпуску. Обязательно порекомендуйте этот выпуск друзьям. Спасибо большое за просмотр. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok